Всем дебагаделага, зрители и подписчики канала Дрожа! Сегодня я сделаю видеоролик, который, наверное, будет называться по стилю, как многие аниме. Что же я имею ввиду? Это очень длинное название. А если быть точнее, он будет называться 10 вещей, которые неплохо бы запомнить для того, чтобы приятно играть в Николадайку. Обязан уточнить, что все эти маленькие хитрости направлены непосредственно только на Дон Старф и ни в коем случае не на Тугезер, хотя некоторые из них можно применить и к Тугезеру. Видео подготовлено благодаря группе ВКонтакте Дон Старф Тугезер, ссылочка в описании. Ну что ж, поехали! Первое это то, что в основном нужно для режима приключений, когда нет времени драться с пауками, а ими заполнен весь биом. Хитрость в том, что паучий дерн не проработан. Если аккуратно идти по самому краю дерна, ограничивающий с водой или еще с чем-либо, то можно пройти без штрафа к скорости и не агре пауков из их улья. Тем самым вы можете сэкономить время и здоровье. Иногда это причина смерти, но важно помнить, что при выходе из пещеры, мобы, это такие как пауки, кошмары и так далее, остаются вас ждать там же на том же месте. Они могут вас ударить и через год ожидания. Они очень терпеливы. И об этом нужно помнить, сбегая из пещер. У новичков есть проблема. Когда они построили улей, пчелы не приносят мед. И это нормально, если у пчел нет цветов. Откуда же брать пыльцу? Решение проблемы очень простое. Ловите бабочки, сажайте их и у вас будет и цветы и мед. Бывает такое, что пчелы просто сидят в улье. Не в вашей пасеке, а в начальном улье. При ударе вылетают только пчелы-убийцы, но как быть? Мне же нужно поймать непосредственно обыкновенных пчел. Здесь на помощь вам придет сожжение улья. При сгорании улья пчелы вылетают в нормальном состоянии, но важно помнить, что таким образом вы остаетесь без сот. Пятое. Это паучья шапка. И какие могут быть проблемы с ней? Вот у вас есть паучья шапка, но она не работает. Ответ очень простой. Как вы знаете, если вы ее оденете, то она вам затружит пауков. И вот в том-то проблема, что она не может контролировать больше 10 пауков. И если пастить целое стадо пауков, то часть пауков будет вашими друзьями, а остальные будут вас атаковать. Это очень важно, особенно в пещерах. Шестое. Это борода. Все знают, что у Вилсона растет шикарная борода. Но что делать, если ты библиотекарь? Ответ очень прост. Понести себе рассудок. С черных кроликов и зайцев будут падать волосы. Так как охота на маленьких кроликов это дело долгое, есть смысл построить несколько домов пещерных зайцев. Но надо быть осторожным. Они вегетарианцы. И будут атаковать вас, если у вас в инвентаре есть мясо. Ну или мясное блюдо. Седьмое. Одно из того, что нужно помнить, это то, что большинство мувов в игре убиваются одной определенной тактикой. Ударил, отбежал, повторил. Но вот с призраками и кошмарами надо быть изобретательнее. Надо вначале увернуться, а потом бить. Так сказать, развести их на удар. Потому что вы никак не успеете зафокусить. Все равно первый удар нанесут они. В итоге, зная правильный подход, убийство теней становится уже не такой тяжелой задачей. Восьмое. Циклоп оленя можно убить с деревянной броней и шипом щупальца. Но это слишком дорого в плане ресурсов здоровья и рассудка, что главнее всего. Будем думать так. Если он атакует по площади, то его можно использовать, к примеру, так. С его помощью можно убить щупальца, королев пауков, энтов. Да и просто главное, чтобы он кого-либо задел из врагов. Тогда вам на помощь придут и другие обитатели мира Донстарв. Девятое. Это небольшой лайфхак, но тем не менее. Если при смерти вы быстро нажмете Alt F4, что естественно быстро закроет вам игру, то вы начнете с последнего сохранения. Заметьте, это не модификация и вы не читерите тем самым. И кстати, такая штука не работает в режиме приключений. И десятое. То, что очень вам поможет, и если вы это запомните. Игра прогружает и запоминает действия мира, поддерживая только два экрана от игрока во все стороны. Это можно использовать, например, убегая от королевы пауков, циклопа, да и вообще от любого босса. Именно по этой причине пчелы не делают мед, пока вы слишком далеко от базы. А паучьи коконы не растут, пока вы не находитесь на достаточном расстоянии. Напоминаю, что все эти советы и лайфхаки направлены только лишь на обыкновенный Донстарв. Ни в коем случае не на ту-гезер. Но некоторые из этих советов, конечно же, можно применить и к ту-гезеру. С вами был Яжикодрожа. Если понравилась или понадобилась информация, то, конечно же, не отказался бы от лайка. Тебе этого ничего не стоит, а мне очень приятно. Ну и делись этим видеороликом с друзьями. Всем удачи, до скорого и не голодайте. Также на моем канале ты найдешь и другие хорошие видеоролики, связанные с Донстарвом. Вот тебе теории по не голодайке. Ну а если смотрел, то вот тебе рандомный летсплей. Приятного тебе просмотра.